Привет, друзья! И к нам в гости приехали ребята. Зовут Алина и Максим. Привет! Приветик! И сегодня мы покажем их интересный автодом, сделан на базе Газели полный привод. И Максим, расскажи, пожалуйста, про свой автомобиль, что в нем есть, как ты его монтировал. Итак, значит, мы приобрели это Газели где-то в 2014 году. Была абсолютно пустая машина, практически ничего там не было. И изначально брали ее для путешествий, то есть для передела. И вот где-то два с половиной года мы ее делали, то есть был черновой вариант сначала, то есть потом нам что-то не понравилось, мы переделывали. И в результате получилось, что получилось. Ну, давай сначала снаружи. Давай, давай, да, вот скажи. Значит, первое, да, что бросается в глаза, это выхлоп газового отопителя автономки. То есть здесь идет выхлоп углекислого газа и забор свежего воздуха. То есть внутри тепло и при этом никаких отравляющих веществ не скапливается. Так, так очень интересно. Дальше что? Тоже в глаза бросается, если смотреть снизу, это синий бак. А что это такое вообще, синий бак? Это серая вода, то есть бак для серой воды. А, это вы так сделали интересно, да? Да, то есть вот в городе, чтобы не загрязнять окружающую среду. А, вы так сами по-простому все это сделали? Да, да, да. Это слив, по-своему делу, вода после душа называется, да? Ну и душ, и с мойки, с кухни, то есть вся вода собирается. Вот еще в глаза бросается, это у нас часть от платформы, площадки, на которую мы перевозим мопед. А, она пристегивается, да? Да, сюда еще крепится такая площадка большая, полметра где-то. И вот так вот мопед везется, то есть мы его с собой берем в путешествие. И удобно это, Максим? Ну, в целом, да, как бы вдвоем мы его спокойно закидываем сюда. Отлично, интересная конструкция. Так, ну если смотреть с этой стороны, тут у нас вот сама газовая печка, обычный конвектор газовый. Ага, такая печка, типа вот... Ну, это не Трума, конечно, да, это венгерская обычная такая, можно сказать домашняя. Попроще, какая вот что цена ее, Максим, если не секрет? Где-то 18-20 тысяч средняя цена у тебя, у нас с половиной киловатта. Ну, единственный минус, она не раздувает, то есть здесь естественная конвенция воздуха. Естественная конвенция. Бывает, если холодно, то вверху как бы жарко уже, а внизу, конечно, не прогревается. Ну, если вот до плюс пяти градусов, абсолютно нормально, комфортно. А спать вообще как-то нормально спать-то? Ну, вот мы вот сейчас уже сколько, уже три ночи, да? Три ночи спите, да? На улице не жарко, как бы сейчас. На улице не жарко, все, понял. Так, баллон газовый к печке, то есть 12 литров сюда баллон вставляется, это сейчас маленький стоит. А, так еще можно побольше поставить. И на сколько его хватает? У 12-литрового на две, вот при такой температуре, на две ночи хватает точно. Угу, две ночи. Тогда, конечно, потеплее. А, вот наше производство, две открыть сложно, да? Газы. Антивандальный. Антивандальный, ну, отлично. Ну, здесь сразу вот душевой поддон вместе с двернулетом. А, это прям здесь душа принимаете, да? Да, то есть можно спокойно сидя помыться. А, сидя, стоя, соответственно, тут не станешь. Стоя, нет, стоя, конечно. А что это наверху такое? Это вытяжка. А, вытяжка. Вытяжной вентилятор, то есть можно ее регулировать, накрывать и, соответственно, принудительно вытягивать. Принудительно. Есть грузовой отсек, вот 12-литровый баллон туда. А второй еще, да? Да. Так они одинаковые, что ли, разные? Нет, это 5-литровые 12. То есть это такой запасной, если я закончился, вот сейчас у нас как раз поставили. Все, все понял. И генератор. А, такой маленький прям, да? 950 Ватт, да. Пользуешься уже им? Ну, на рыбалке, в основном там, где можно пошуметь, потому что он очень шумный. В городе, конечно, где-то так. А, в городе не будет шум? Все, понял. Интересно. Так, а вот, соответственно, чтобы душ принимать, Максим, получается, нужно полностью обернуться, да, вот так? Да, да, она полностью делается. Ага, ну так удобно. Ну, когда нет других альтернатив, выручает. Нормально, вполне, да? Ну, такой интересный вариант. Это вы сами все делали? Да, все, собственно, руками. Собственно, руками. Ну, супер. За рулем байкер, да? Это здесь специально вот закрытого здесь, да? Да, ну, это, во-первых, и теплоизоляция, то есть она с той стороны отражает тепло. Когда жарко, наоборот, то есть, чтобы солнце не было. А вот, Максим, вот полный приют у вас, как понимаю, вообще в плане там ремонта, как вот, что-то уже было такое? Она лучше или в плане качества вообще не ломается? По трансмиссии ничего не ломалось, как бы, за все время, сколько мы на ней накатали, наверное, 1025 уже. Уже, да? Да, ничего. По ходовой, по трансмиссии вообще, без проблем. А вообще, получается, заехать, может быть, где угодно, и по песку, и в какие-то горки, там, да? Ну, это не внедорожник, почему? Потому что здесь сзади спаренные колеса идут. То есть, не по одному, да, по два на каждой стороне. То есть, передняя колея на лужу, получается. Поэтому, конечно, в грязи особо это не внедорожник. Но там, где обычная «Газель» не проедет, она уверенно едет. Спокойно проезжает. Сидение одно крутится, второе, вы видите, здесь неудобно стоит, как понимаю. Ребят, ну, обычная «Газель» машина. Вот здесь вот идут такие шторки. Смотрите, вот у них... А, здесь вот вторая шторка, получается, все закрывается полностью. Такой отсек. Конечно, места здесь поменьше, чем в автодоме обычном. Ну, и такой, получается, как «Кастенваген». Максим, расскажите дальше. Ну, по самой машине, как бы, ничего особо не делалось. То есть, ну, основные доработки, как и в обычных «Газелях», да, ничего сверхъестественного мы с машиной не делали. Вот, то есть, в основном, только переделки внутренней части салона касаются. Вот, ну, и что у нас тут сделано? Кухонный блок, то есть, плита обычная, переносная, можно на улице готовить, можно здесь. То есть, решили не делать стационарную. А, лучше переносную все-таки, получается, да? Да, ну, это проще как-то, да. Так, так. Вот, соответственно, мойка. Вот, вода у нас отсюда. Чет. И все, соответственно, в бак под машиной. Ага, вот так. А, вот такая вода, вода вот тут, да? Да, вот здесь и включатель. А, вот так вот, да. Интересно, включатель, да? Такого что-то еще не видел. Это самолетный включатель. Самолетный, серьезно? Еще советский. Советский. Понял. Ну, здесь, соответственно, сахар, соль, крупы. Удобно вообще получается? Ну, вот это очень удобная полочка. Это вот сам собирал прямо вот эти полочки, да? Да, да, да. А мы еще вот клеили салфетки. Да, и вот дизайн еще самый главный. Изначально все это было просто сделано из фанеры. То есть, все серое, некрасивое было. И вот буквально когда мы год назад, наверное, дали полтора года назад. Полтора. Полтора года назад. В общем, все вот это красили, да, как это называется, там... Декупаж. Декупаж, да, делали салфетки, клеили. А, декупаж. Вот. И вот уютно, скажем так, стало. Вот на эту камеру ты снимаешь, да? Да. О, супер, супер. Ну, здесь посуда у нас. Ага, понял, понял. Так, теперь... Ну, тут немножко растрясло. Не, ничего страшного, это нормально вообще, рабочая установка. И еще тогда вопрос к Калини. Алина, уже готовить пробовала? Конечно, я постоянно готовлю здесь. Постоянно. И как вообще это все выглядит примерно, хотя бы расскажи. Вот здесь так, полный рот здесь не встанешь. Да, ну, я сидя готовлю. Как бы беру просто плиту. Здесь вот есть всякие кастрюли, которые мне нужны будут. Или сковородки. Вот вчера мы готовили картошку. Серьезно? Прямо здесь вам готовили сами? Да. Картошку и сосиски. Сосиски. Да. Так. Вот. Здесь мы берем посуду, в которой мы будем... А, у вас пластиковая посуда получается, да? Да, да. Пока пластика. Пока пластика пробуйте. Отличненько. Так, там ножи, вилки, ну, и так далее. Вот. Также у нас есть запасная плита, если вдруг что случится. Если какое-то сложное блюдо, то есть можно одну плиту поставить сюда, а другую здесь. А, даже так сложное блюдо можно готовить? Ну, я имею в виду, что-то там с гарниром прям основное блюдо. Единственное плохо, что духовки нету, а так... А, духовка не хватает все-таки, да? Да, хотелось бы что-нибудь здесь печь, там, пирог какой-нибудь. Все, все понял. А, как вообще вот здесь раскладываете получается? Вот этот стол вниз уходит, да? Да, стол вниз опускается, тут все достаточно жестко, вот на таких вот барашках крепится. Так, а сейчас неудобно будет, надо показать. Стол-то можно сейчас посмотреть, или сложно будет, наверное, да? Ну ладно, это, получается, вот этот стол уходит вниз, и здесь, получается, кровать такая... Да, где-то метр двадцать где-то на метр девяносто. Ну, комфортно здесь спать-то получается, так, в этом месте? В принципе, да, нам нормально. Много места. Нормально. А вот тот шкафчик в нем? Здесь вещи обычные. А, ну, в общем, здесь все убирается так. Да, да, то есть для вещей, то есть большие. А сколько максимально вообще вот уже ездили на нем, там, ну, там, неделю жили, две, три? Ну, получается, на юг, да, мы ездили две недели, как раз вот. А, две недели на юг. Это тринадцать дней, там, чуть меньше. Тринадцать. И как вот ощущения такие вот? Ну, неплохо, удобно очень. Удобно очень? Да. Ну, и в дороге особенно удобно, можно отдохнуть. У тебя нет задачи с точки А в точку Б доехать, то есть ты едешь устал. Где хотел, там я остановился. Да, понравилось, что ты там остановился, отдохнул, поспал в каком-нибудь красивом месте. И такое, у меня такие ролики снимаю, Алина, для тебя. Женский взгляд на автодом. Вот, если возможность, там, расскажи вообще о своих двух словах, как вот, двухнедельное путешествие, например, было в Абхазию, да? Расскажи свои ощущения. Как страны? Ну, ощущения вполне положительные, все. Мне очень нравится путешествовать на автодоме. Ну, вот в отличие, вот, мы путешествовали, да, на мотоцикле, там, или на обычной легковой машине. Ну, да, тут очень тепло, тут, ну, если, ну, как бы не замерзнешь. А, не замерзнешь. А вообще, психологический момент какие-то, например, что-то раздражение появляется, там, вот, три дня пожили, там, да, есть такое или нет такого? Нет, нет. За две недели не было такого, да? Нет, вообще. Ощущения такие приятные? Ну, мы не ссоримся, мы как бы вместе понимаем друг друга. Это очень, кстати, проверяет чувства, вот. А, ограниченное пространство, ну, конечно, способствует такому взаимопониманию. Ну, мы не устаем друг от друга. А, не устаете, да? Нет. Ну, супер, супер. А, Максим, вы говорили, что ездили вместе в Абхазию на две недели, да? Расскажите, вообще, как вам все это выглядело. Ну, на две недели, то есть мы по всему нашему побережью проехались, и на, соответственно, пару дней вот в Адлере остановились, оттуда ездили в Абхазию на мопеде. То есть мы оставили автодом в кемпинге в Адлере и на мопеде пересекли границу и поехали смотреть Абхазию. А, это даже автодом не пересекали туда, да, по очереди? Нет, ну, просто это было бы долго, потому что на границе очень, очередь большая. А, большая очередь. А так, Абхазия, конечно, страна интересная. Мы много слышали негативного про нее, то есть и то, что грязно там, и отношения какое-то там. Мы решили сами посмотреть. А, сами познакомимся. Да, ну, ничего подобного мы там не заметили, то есть достаточно доброжелательные все относятся, то есть и чистенько, ну, во всяком случае, в тех местах, где мы были. Вот, ну и, конечно, природа очень отличается. Вот Адлер, буквально два километра до границы, совершенно другая природа. Это сразу меняется, да? Да, уже субтропики такие, уже ближе к Турции, наверное, так. А, ближе к Турции уже похоже. Климат такой, то есть очень впечатляет, впечатляет. Все, понял. А вот в Адлере где стояли, в кемпинге прямо или... Кемпинге, да, прямо на границе, то есть вот воинская часть, ПВО, прямо вот, и кемпинг рядом. И как вообще в кемпинге было на газели, скажем? Ну, в целом мы, по большому счету, автономно жили, то есть электричество мы не подключали, то есть у нас хватает запаса энергии. Готовили сами, соответственно, да? Да, готовили сами, то есть только стоянка, а, ну, души, пользовались душем, туалетом в кемпинге, вот, водой. В целом приятно, то есть можно спокойно оставить машину, то есть спокойно покупаться там или съездить вот в Абхазию, например. А сколько кемпинг стоил? На что? Ой, так знаю, сколько мы там были, три дня, по-моему. Сколько российский кемпинг-то в сутки получается? Забыли. Ну, что-то около, ну, бля, 300-400 в сутки, наверное. Сутки стоил, да, всего лишь? Ну, дешевый кемпинг по сравнению с Европой. Ну, условия, конечно, я думаю, в Европе все-таки сервис другой. А, сервис другой, там все просто. Ну, душ-то был, по крайней мере, ехать кемпинг? Душ был, да, туалеты были. Ну, конечно, не такой прям. Да, ну, не сказать, что очень. Ну, правда, этот кемпинг, он только в этом году организовался, да, то есть, я думаю, еще не успели владельцы там что-то наладить. Все, понял. А вообще, вот по финансам, вот на машину вообще сколько уходит, например, там, на бензин? Вот, она много кушает? Вот полноприводные Газели, получается? Ну, вот здесь движок стоит 406-й, то есть, это не как современные Газели, они очень, правда, много кушают. Вот, это где-то 12-13 литров средний расход по трассе. Ну, это средняя скорость, там, 80 км в час, то есть, не быстро. Вот, в горах, там, по серпантинам, там где-то до 14 доходил, до 15, может быть. Вот, ну, по деньгам, сколько у нас пробег составил, туда-обратно, наверное, 4. Ну, почти 4 тысячи, да, километров, соответственно, на бензин где-то около 20, наверное, тысяч. 20 тысяч, это получается, даже можно и на поезде поехать, да? Да, ну, на поезде тогда надо уже где-то жилье искать. Нет, ну, это понятно. А, ну, вы, соответственно, 20 тысяч за все полностью, не только дорогу? Не-не-не, если бензин, бензин. А, только бензин, да, только бензин, все. А как вы вообще думаете, сможете вы на нем в Европу поехать, например? Я думаю, мы сможем, но вопрос запчастей. А, запчасти будет для газы. Ну, если только заказывать с России или ждать. Это где-нибудь там, например, в Испании остановились, что-нибудь сломалось. И нужно в Россию. И просить кого-нибудь. Просить привезти. А вот рассматривали вы установить газ здесь? Мне кажется, экономичнее она будет. Рассматривали, но пока еще у нас не такие продолжительные путешествия. И не так много мы путешествуем. То есть, вот за все время владения этой газелью он бы еще не окупился, по моим подсчетам. То есть, все-таки еще как-то не пришел я к газу. Все, понял. А сколько вообще, не секрет, вложили сюда, если по финансовому все это сделать, там собрать это? Вообще, о каких суммах идет речь хотя бы? Ну, я сейчас, так сказать, если... Ну, грубо даже, грубо. То есть, в основном все оборудование, оно закупалось где-то в 2014 году, то есть, вот перед кризисом, когда резкий скачок цен был. То есть, если это в долларах, наверное, ну, тысяча четыре-пять долларов вот так вот. То есть, это достаточно бюджетно вышло. И сам все своими руками все делал? Да, естественно, все это делал самостоятельно. То есть, это именно вот материалы, то есть, оборудование. Ну, пять где-то, я думаю, так. Так, а тут столько. А сколько по времени делал? Ну, вообще, от начала до вот то, что сейчас мы имеем, где-то года два, наверное. Ну, были промежуточные варианты, которые там чем-то не устраивали. То есть, если задаться целью построить заново, то, ну, это, может, несколько месяцев потребуется. А, уже мастер-класс можно делать, да? Да. Чтобы кого-то учить. Понятно, понятно. Такая интересная машина. Ребята собрали. Все. Давайте счастливо. И, друзья, у ребят есть свой канал. Кому интересно путешествия на данном автомобиле, подписываемся. Ссылочка в описании. И не забываем ставить лайк. С вами Алексей. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова